здравствуйте коллеги меня зовут алексей кирсанов я руководитель разработки компании битрикс и сегодня хочу с вами поговорить о том как выбрать способ управления проектом способ решения задач и нужен ли нам скрам действительно как сказал олег когда его стоит применять а когда не стоит ну и для начала давайте обсудим вопрос а нужен ли вообще какой-то специальный способ может быть можно как-то так ну по-домашнему как-то по простенькому сделать а действительно есть такие подходы например это может быть директивное управление проектом я говорю ты делаешь это ты делаешь это и общем-то работа как-то идет способ на самом деле замечательный почему потому что во первых есть высокая управляемость все управление сосредоточено во мне во вторых есть очень быстрое принятие решений потому что я их принимаю но есть и недостатки по мере роста доменной области по мере роста структуры мне нужно все больше и больше знаний в голове держать и это не так просто и со временем пока когда структура растет мне нужно брать дополнительное время для того чтобы принять решение и покуда я беру это дополнительное время чтобы принять решение накапливаются новые решения которые нужно принимать и соответственно замедляется скорость принятия решений плюс этот подход абсолютно не масштабируемый ну и конечно велика вероятность фатальной ошибки потому что не зря говорят одна голова хорошо а две головы лучше можно пойти другим путем можно пойти путем бери больше кидай дальше или импровизационное управление я говорю к 24 числу проект должен быть закончен встретиться проблема ну порешай их ты же не маленький а тоже очень замечательный способ почему потому что решение принимается крайне быстро а творческий потенциал сотрудников в принципе все на них ложится поэтому подход вполне может иметь место быть правда есть недостатки этот подход неуправляемый почему потому что я дал задание и дальше что происходит с этим заданием совершенно непонятно для меня а этот подход он нацелен скорее на решение проблем они на то чтобы их предотвратить и это тоже проблема этот подход не позволяет получить повторяемость удачных решений то есть если я какую-то задачу решал успешно сегодня не значит что такая задача моим критик будет решена успешно завтра повторяемости нету а и соответственно подход получается тоже не масштабируем поэтому все же наверное если мы хотим расти развиваться лучше всего применять какие-то системные подходы системные подходы которые регулируются правилами какими-то нормами одинаково понимаемыми исполнителями и руководством и соответственно мы одинаково понимаем какие результаты мы хотим получить и какими способами мы будем добиваться в таком случае у нас получается система масштабируемая мы можем развиваться если мы настроили правило на одной команде мы можем эти же правила на две команды распространять на 3 то есть можно нормально расти при этом потенциал сотрудников мы нику ни в коей мере не умоляем поэтому здесь проблем нету единственный проблем такой схемы в том что она стоит ресурсов ее надо внедрять если первые две схемы мы в общем-то сразу берем и делаем идем этим путем то схему с какой-то регулярностью системностью ее надо внедрять и это стоит ресурсов ну и плюс несколько замедляется принятие решений в такой схеме но не факт ну потому что решение принимаются тоже по системе по какой-то но не факт что это плохо почему потому что решение которые принимаются по системе они более качественные в отличие от решения которые допустим я понимаю один или принимаются интуитивно, как импровизация. Поэтому, может быть, это и неплохо. Системы бывают разные, но когда мы говорим про IT, первое, что нам на ум приходит, это Scrum, Scrum Framework. Возникает вопрос, Scrum Framework это панацея? Иногда такое встречается, что это панацея, которая спасет всех, это единственно возможный путь для любой IT-компании. Так ли это? Давайте разберемся. Про Scrum написано очень много разных книг. Вот, например, книга Джеффа Саттерленда, одного из авторов методологии Scrum в русском переводе «Скрам – революционный метод управления проектами». Книга замечательная, в ней главная проблема в том, что в названии нет ни слова правды. Это не революционный, не метод и не для управления проектами. На самом деле Scrum построен на Scrum Guide. Это библия Scrum. В этой книге она довольно тоненькая, брошюрка, там чуть больше 20 страниц, но на самом деле, почему она такая тоненькая? Потому что там нет воды. А вот если в обычной толстой книге там очень много разных описаний жизни, описаний и прочего, здесь чисто суть. И, с одной стороны, это здорово ее быстро читать, с другой стороны, ее не получается читать как билетристику, потому что там нужно разбираться в каждом выражении и словосочетании. Но, в целом, весь Scrum – это эмпирический процесс. Сейчас я пару слов про Scrum расскажу, чтобы мы просто синхронизировались и одинаково понимали о методологии и одинаково понимали то, о чем мы разговариваем. Scrum, на самом деле, вот суть Scrum. Суть Scrum – это эмпирический процесс, то есть процесс, основанный на опыте. И этот процесс, он стоит на трех столпах. Прозрачность, инспекция, адаптация. Прозрачность означает, что мы все одинаково понимаем, что происходит. Инспекция означает, что мы регулярно проверяем нашу работу. И адаптация означает, что мы вносим изменения в направлении движения, если это требуется. Приведу простой пример. Допустим, у нас есть кабинет, а у нас есть какая-то там охлаждающая машина, и мы хотим, чтобы в кабинете было всегда 21 градусов. Что мы можем сделать? Причем мы не хотим бегать постоянно к охлаждающей машине и включать-выключать ее. Что мы можем сделать? Мы можем написать программу, которая… построить математическую модель и написать программу, которая чтет температуру снаружи. Открыты ли закрыты окна, светит ли солнце, какая влажность, сколько людей, когда они приходят на работу, не нервничают ли они перед релизом и потеют и повышают температуру и куча других разных нюансов. Либо мы можем пойти другим путем, мы можем пойти эмпирическим путем. Мы можем поставить термостат, который меряет температуру в комнате и ввести прозрачность, при какой температуре термостат выключает охлаждающую машину и при какой включает. Вот у нас получилась прозрачность. Мы делаем регулярные инспекции температуры и при необходимости делаем адаптации, включая или выключая охлаждающую машину. Таким образом на эмпирическом процессе мы строим более простую модель и более просто реализуемую модель, в которой не надо учитывать все многообразие мира, что в принципе учесть невозможно. То есть получили кондиционер, русским языком говоря. Scrum – это итерационно-инкрементальный подход или инкрементальный и итерационный, в принципе без разницы. Суть заключается в том, что мы работаем маленькими итерациями, называемыми спринтами. В рамках этих итераций мы реализуем какой-то инкремент продукта, ну поэтому итерационно-инкрементальный. Инкремент продукта, в конце итерации мы можем показать этот инкремент заинтересованным лицам, получить обратную связь и понять, мы вообще в правильным путем идем или неправильным. Вот на примере портрета Мона Лиза мы на первой итерации нарисовали что-то похожее на то, что хочет клиент, в качестве обратной связи получили информацию о том, правильно ли лежат руки, туда ли смотрит Мона Лиза, на следующей итерации мы дорисовали, опять получили обратную связь и постепенно мы получили портрет действующий. Вот так работает в принципе Scrum Framework и вообще любые итерационно-инкрементальные подходы. Сам по себе Scrum Framework код на этой схеме изображен, полностью выложено, если мы говорим, кстати, о прозрачности, вот полностью он тут изображен. Очень схематично опишу, что здесь происходит. У нас есть бэклод продукта, в котором все наши хотелки упорядочены по приоритету. Сверху более приоритетные хотелки, те, которые нужно реализовать как можно быстрее, снизу менее приоритетные, причем сверху они более декомпозированы, снизу они более крупные. Хотелки – это метод набегающей волны для того, чтобы не делать лишнюю работу. В рамках планирования спринта Scrum команда выбирает те хотелки из бэклога продукта, которые в рамках спринта она может реализовать. И далее в спринте она реализует эти хотелки, ежедневно встречаясь на события Daily Scrum для того, чтобы синхронизироваться. В конце спринта на демонстрации она показывает инкремент заинтересованным лицам для того, чтобы получить обратную связь и понять, правильным путем мы идем или нужно куда-то свернуть. И потом она проводит ретроспективу для того, чтобы обсудить, как команда работала, успешно или нет, и что можно внести в работу команды для того, чтобы работа была более успешной. Это эмпирический процесс, как я уже сказал. Вот он полностью прозрачен, то есть все одинаково понимают, как он происходит. Во-первых. Во-вторых, в нем есть точки для инспекции и адаптации. Вот точка Daily Scrum. Это точка для инспекции текущей работы команды в рамках спринта и понимания, достигли ли мы цели спринта. Возможно, внесение в адаптацию, внесение каких-то изменений. Demo — это точка, на которой происходит инспекция инкремента и внесение изменений в путь. Возможно, мы пошли немного не туда и нам нужно в продукте что-то поменять. И, наконец, ретро — это, опять же, точка для инспекции работы команды. Команда определяет, насколько хорошо она сработала, можно ли внести какие-то изменения, где было что-то не очень. И, опять же, адаптация — это внесение каких-то изменений. В общем-то, вот весь Scrum здесь и выложен. В Scrum есть три роли. Очень коротенько. Есть владелец продукта. Владелец продукта отвечает за бизнес-ценность. Есть Scrum Master — он отвечает за Scrum процесс. И есть команда разработки, которая отвечает за инкремент и за его качество. Причем команда разработки, она, во-первых, кросс-функциональная. То есть там должны быть специалисты, все специалисты, которые необходимы для того, чтобы получить инкремент продукта из хотелки. И плюс она самоуправляемая. То есть нужно здесь правильно понимать, что Scrum Master не руководит командой разработки. Он руководит процессом, самим процессом, но не командой. Владелец продукта, опять же, не руководит командой разработки. Владелец продукта руководит бэклогом продукта и его приоритетами для того, чтобы нанести максимальную ценность клиентам, но не командой разработки. Вроде все понятно. Просто, кстати, цитата из Scrum гайда, из самого начала. Scrum — это у нас компактный, простой для понимания фреймворк, но при этом он реально трудный для совершенного владения, и это правда. Давайте так, один момент рассмотрим только формирование спринтов для того, чтобы понять, насколько этот фреймворк трудный и не все так просто, как кажется. Вот у нас есть какая-то кучка разных хотелок. Они все разные, разного размера, из разных частей продукта, с разной важностью. Что мы должны делать в соответствии со Scrum гайдом? Мы должны сформировать из них бэклог продукта, то есть упорядочить их по приоритетам. Возникает вопрос, как? Это на самом деле не так просто, потому что люди, они плоским списком не мыслят. У них есть куча хотелок с разным приоритетом, из разных частей продукта, зачастую друг с другом не связанные. И расположить их в иерархическом списке, таком вот, очень непросто. Но можно дальше чуть-чуть глянуть. Ведь у нас, кроме того, что у нас есть хотелки, у нас на самом деле еще технический долг, на который нужно тратить время. У нас есть вопросы добывания знаний, на которые также надо тратить время. И у нас есть какие-то баги, на которые также команда разработки должна тратить время. Причем в разные этапы реализации проекта на самом деле разный объем времени мы тратим на эти вот элементы. Технический долг, он есть всегда, если мы работаем по Scrum. Почему? Потому что мы идем каким-то путем в рамках спринта, мы доходим до контрольной точки, до демо. После этого, возможно, мы получаем обратную связь, что нам нужно немного путь изменить и пойти другим путем. На следующей контрольной точке мы опять немного меняем путь, идем другим путем. И в итоге состояние продукта оказывается не то, какое было бы, если бы мы сразу пошли в конечную точку, а оно оказывается немного другое. И вот эта разница, это, по сути, есть технический долг. Но переписывать продукт каждый раз с нуля, чтобы он был идеальным, никто не будет, потому что это банально очень дорого. Поэтому технический долг по-любому будет, в разные этапы жизненного цикла продукта он разный, но в любом случае с ним нужно иметь дело и нужно уметь иметь дело. Так же, как и на накопление знаний, мы не всегда знаем, как правильно решать задачу. Иногда надо попробовать, ну и баги всегда есть. И поэтому у нас в бэклоге продукты должны быть не только хотелки, но еще и куча вещей, в которых вообще-то владелец продукта не разбирается. И нужно каким-то образом с ним договариваться о том, когда, что включать, даже если сформировали нормальный бэклог из хотелок. И это не тривиальный процесс, это решаемо. Все эти вопросы, они решаемы. И мы их, так на будущее скажу, мы их успешно решаем. Но их надо решать. Если просто там по Scrum Guide почитать, как все просто, на самом деле не просто. Далее, что нужно сделать у нас по Scrum? Надо оценить задачи. Причем Scrum Guide он не описывает, как именно оценить задачи. Но обычно их оценят в StoryPoint, в числах Fibonacci, потому что это наиболее приемлемый вариант. Но опять возникает вопрос, как это сделать? Нужно выбрать базовую задачу. Базовая задача должна быть достаточно простая. С одной стороны, чтобы другие задачи не начали измеряться в долях от нее. С другой стороны, достаточно сложная, чтобы другие задачи не начали измеряться в тысячах от нее. Она должна быть понятна всей командой разработки. То есть вся команда разработки должна, по идее, уметь делать и понимать ее сложность. Но при этом, так как я уже сказал команда разработки она кросс функциональная соответственно есть специалисты там разного уровня и не факт что они одинаковые задачи вообще когда-либо решали это опять же решаемый вопрос но его надо решать и не все так просто как кажется давайте ладно набираем пробуем набрать спринты допустим скорость команды 17 story point of то есть за спринт она выполняет задач на 17 story point of набираем первый спринт берем первую хотелку туда вторую хотелку 3 4 уже не лезет и нам приходится брать 5 хотелку как раз на 17 очков набрали замечательно выполнили первый спринт набираем 2 спринт берем третью хотелку 4 опять не лезет берем 6 7 и я надеюсь баклоги еще есть хотелки потому что нам не хватает нужно еще что-то набрать ну надеюсь что-то набрали при этом 4 хотелка уже второй спринт в работу не берется несмотря на то что она достаточно приоритетная опять же этот вопрос решаем успешно его можно решать но нужно понимать что если просто прочитать скром гайд как все легко и просто, нелегко и непросто. Все эти вопросы надо решать. И мы сейчас говорим только о формировании спринтов. А на самом деле очень много разных вопросов возникает вокруг скрама. Это и работа, когда не вся команда живет по скрам, это и микроменеджмент, когда руководство не очень понимает, почему скрам, почему нельзя просто директиву какую-то дать, сделай вот это вот, а потом уже свой спринт будешь доделывать. И куча других разных вещей. То есть мы посмотрели только маленький кусочек. И немаловажно еще отметить, о чем обычно забывают, о том, что скрам это дорогой фреймворк. То есть он дорого стоит компании. Почему? Потому что между двумя точками начала задачи и конец задачи он идет не по кратчайшему пути. Он идет по какой-то ломаной, где каждый отрезок это спринт, и на дема этого спринта возможно изменение пути, и команда сворачивает куда-то в другую сторону, причем иногда даже может быть назад идет, то есть вынуждение на отступление. И вот этот вот путь, он получается гораздо длиннее, чем прямой отрезок между двумя точками. И поэтому это дорого, реально дорого. И возникает вопрос, он нам нужен или может быть какой-то другой вариант? На самом деле есть варианты, давайте рассмотрим какие они, если Олег не хочет задать вопрос. Я хочу задать вопрос. Я сейчас очень хорошо рассказывал про скрам. Вот интересуются люди, я в том числе, наверное больше я, какая самая большая проблема, может быть на твой взгляд, ну что статистически самая большая, на сегодняшний день при внедрении скрам. Вот ты там озвучил микроменеджмент, там да, 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 там еще другие, и так вот, вот что? Или чему нужно уделять прям особое внимание? Да, я здесь сразу могу выделить несколько больших проблем. Это то, что не вся команда живет, скорее всего не вся компания живет по скрам. Почему? Ну, бухгалтерия живет не по скрам. Допустим пиар-отдел или отдел продаж живет не по скрам. Отдел документации тоже может жить не по скрам. Ну, может быть живет по скрам, может быть сотрудник входит в команду, может быть не ходит в команду, там смотря, как все устроено и нужно это как-то сочленять. Это раз. Во-вторых, очень важно понимание руководства. Если руководство понимает, зачем это нужно и всячески способствует, тогда процесс пойдет. Если руководство не понимает, зачем это нужно и говорит, ну вы развлекаетесь, вы считаете это правильным, но для нас вы главное выполняете работу, то скорее всего пойдет очень плохо. Потому что для реализации любой задачи, любого нововведения, вы знаете, что нужно три роли. Нужна роль фаната, нужна роль менеджера и нужна роль крестного папы. Вот крестный папа, задача крестного папа сказать, это будет работать так и фаната с менеджером не трогайте, они это внедряют. Если крестного папа в лице руководства нет, скорее всего ничего не получится. И конечно карго-культ. Я видел ситуации, когда порождается карго-культ, то есть нужно действовать по букве скрама, просто потому что так положено, не понимая зачем это нужно. И главное, чтобы все красиво было. Например, если такая штука диаграмма сгорания, я видел в компании в одной, все диаграммы сгорания всегда очень ровная такая прямая линия, ровно по идеалу идет. Почему так сказали? Сказали, что у них завязаны бонусы на диаграмму сгорания. Поэтому если диаграмма сгорания красивая, будут бонусы. Некрасивая не будет бонусов. Вот это диаграмма сгорания, они красивенько всегда рисуют. Вот такой карго-культ получается. И еще тебе такой вопрос, ты, я знаю, общаешься и с другими коллегами, с других компаний, с руководителями разработки. Есть ли реально какой-то уже, может быть, пример у тебя, на который бы ты равнялся, пример внедренного скрама полностью? И какие результаты? На самом деле все ситуации, которые я знаю реально изнутри, ну то есть там не красивые пресс-релизы, а когда вот я именно внутрь залезаю, везде есть маленькие нюансы, но на самом деле это не так страшно. То есть мне хочется понять, стоит до конца-то идти? А вот дальше мы разберемся, стоит ли вообще идти по этому пути. Может быть, это вообще не ваш путь. Но возвращаясь к вашему вопросу, да, я разговаривал в том числе и с людьми, которые внедряют скрам в компанию, то есть это их профессия внедрения скрам в компанию. И они всегда говорят как? Не надо вот все сломать и заново там на костях выстраивать весь процесс. Так будет очень плохо и очень дорого. Не таким путем надо идти. Может быть, в компании не все хорошо. Вы смотрите, где плохо и вот эти места меняете, но меняете не абы как, но угад, а меняете эти места так, чтобы они удовлетворяли скрам-фреймворку. И постепенно меняя те места, где плохо, делая лучше, 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 вы начинаете выстраивать нормальную системную работу в разработке. Ну здесь еще набрасывают, что Виталий говорит, что проблема скрам это команда. Ну, я думаю, Виталий, вы сейчас про свою проблему, но вообще нет, здесь проблема в том, может быть, но нет, скорее всего, в том, кто внедряет. Да, команда должна быть, согласно у нас agile, да, это должна быть вообще не только скрам, а agile. А это должны быть мотивированные профессионалы, а так там описано в ценностях. Но на самом деле это вопрос к руководству. Вот скрам, он процессный фреймворк, он описывает процесс, но он не описывает никак людей конкретных. Ну там ценности задаются, но это опять же про процессы скорее. И здесь вопрос к руководству, как сделать так, чтобы команды именно состояли из мотивированных профессионалов. Как учить людей, как коучить их, как делать из них профессионалов. То есть если как бы это опустить на самотек, то команды будут состоять не из профессионалов, а из просто каких-то людей. Может быть, команд не будет, конечно, конечно, ничего не получится. Нет, спасибо. Так вот, возвращаясь к вопросу, нужен ли вообще скрам, для этого давайте рассмотрим такую штуку, как кенвин фреймворк. Почему-то это именно так читается в русском языке. Это, кстати, немного научный способ для того, чтобы понять, в каких случаях, каким способом нужно решать задачи. Суть его в том, что он делит все системы, все задачи на 4 области. На самом деле на 5, еще есть вот это вот в центре область, это область неопределенности, когда мы не знаем, как классифицировать задачу. Но это нам сейчас неинтересно, поэтому рассмотрим 4 области. Он делит любые системы, любые задачи на 4 области. Простая, запутанная, сложная и хаотичная. Простая область, это смотрите, у нас есть точка А, это точка, где мы сейчас находимся, мы ее знаем. Мы знаем точку Б, в которую мы хотим попасть. И мы знаем лучший путь, как дойти из А в Б. Это область таких вот лучших практик. Потому что мы точно знаем, какой самый лучший путь дойти из А в Б. Запутанная область, это когда мы знаем точку А, где мы сейчас находимся, вот здесь. Мы знаем точку Б, куда мы хотим дойти, но здесь нет идеального пути. То есть есть разные пути, они хорошие пути, но у каждого есть какие-то преимущества, недостатки, и нужно выбрать нужный путь. Один эксперт говорит, один путь выбрать, другой другой. В общем-то, это область экспертных знаний. В сложной области мы знаем направление, куда нам надо идти. Это где-то вот туда, в сторону B. Но точную точку B мы не знаем. И, соответственно, и точек B может быть много примерно в той области, куда нам нужно идти. И путей, соответственно, много тоже. Поэтому конкретной практики у нас быть не может, потому что у нас нет конкретной точки. И это область новых практик. Ну и, наконец, хаотичная область. Это когда у нас есть точка A, мы знаем, где мы находимся, а куда идти не очень понятно. Это такая хаотичная область. И вот в простой области лучше всего работают такие методы, как регламенты и чек-листы. Потому что мы знаем лучший путь из A в B. Мы его должны описать регламентом, чек-листом или чем-то аналогичным, желательно автоматизированным. Например, бизнес-процессом в рамках B24. И люди будут, даже можно не очень квалифицированных людей нанимать, они будут просто смотреть, ага, нам нужно из A попасть в B. Берем чек-лист, выполняем раз, два, три. О, мы в B попали. Самым идеальным способом. Причем очень дешево. Если мы говорим о запутанной области, то это область управления проектами. Это PMBOOK. Опять же, считается почему-то PMBOOK по правилам, хотя пишется немного по-другому, PRINCE2. Это, если я не ошибаюсь, английская система. Причем, если вы хотите работать с правительством Великобритании, вы обязаны быть сертифицированы по этой системе. И есть другие системы управления проектами. Опять же, в запутанной области у нас есть точка А, где мы находимся. Мы знаем точку B, куда мы хотим попасть. Что такое проектное управление? Проектное управление, чтобы его объяснить, нужно сначала поговорить про железный треугольник. Что это такое? Это треугольник, состоящий из объема работ, сроков и бюджета. Ну и на самом деле, хорошие менеджеры проекта выделяют еще одно измерение. Это доволен заказчик. Потому что если проект попал в объемы, сроки, бюджета, но заказчик оказался недоволен, то, наверное, проект так себе. То есть заказчик еще раз к вам не придет. Почему этот треугольник железный? Потому что в нем нельзя просто так подвинуть одну сторону. То есть если мы меняем объем работ, увеличиваем, то автоматически увеличиваются сроки и увеличивается бюджет. Если мы хотим сократить сроки, то объем работы тоже сокращается. То есть треугольник, он фиксированный, такой вот железный. И как менеджер проекта вообще выполняет работу? Вот жизненный цикл стандартного проекта. Он состоит из трех этапов. Инициализация, выполнение проекта и завершение проекта. На инициализации мы контрактуемся на железный треугольник. Так как нам известна точка B, куда мы идем, мы можем законтрактоваться на объем работ, сроки и бюджет. Далее мы выполняем, ну по сути это цикл деминга-шухарта, plan do check act, где мы делаем планирование работ, выполняем работы. После этого мы смотрим, что у нас получается, вносим какие-то коррективы и опять планируем, и опять выполняем. В общем, идем в таком цикле. И на завершение работы мы подписываем документы и смотрим вообще, что у нас получилось в итоге. И в помощь менеджеру проектов на каждом этапе у него есть набор артефактов. Причем артефакты могут быть разные. PMBOOK, например, не ограничивает нас в том, какие артефакты используют, какие не используют. Он прямо говорит, что вы можете использовать те артефакты, которые вам нужны, которые не нужны, не используйте. В отличие от Scrum Guide, который говорит, что нужно делать ровно так, как описано в Scrum Guide, если вы делаете по-другому, это не Scrum. Вот в PMBOOK не так. В PMBOOK, пожалуйста, говорят, что что нужно, используйте, что не нужно, не используйте. Наиболее попсовые артефакты – это реестр заинтересованных лиц, который содержит все заинтересованные лица этого проекта, какие могут повлиять в плюс или в минус на этот проект. Устав проекта – это как раз контракт на железный треугольник. То есть так как мы знаем точку B, мы знаем, куда мы идем, мы можем законтрактоваться на железный треугольник на объем работ, сроки и бюджет. Тут как раз в уставе этот контракт есть. После этого при выполнении проекта мы составляем требования, после этого составляем иерархическую структуру работ, то есть мы смотрим, на что наша работа делится, в свою очередь эти части на что делятся и так далее. Составляем некоторую такую иерархию, дерево. Дальше мы раскладываем ее в последовательность, например, диаграмма Ганта. Какие-то работы можно выполнять параллельно, какие-то мы должны выполнять одну за другой, потому что они связаны. И смотрим, допустим, попадаем мы в сроки или не попадаем. Если мы в сроки не попадаем, мы можем посмотреть, есть ли у нас ресурсы для того, чтобы спараллелить еще какие-то работы. Если ресурсы есть, мы можем перестроить диаграмму последовательности и понять, стоит ли нам ее изменить. Если, допустим, у нас ресурсов нет, мы смотрим, есть ли у нас бюджет на то, чтобы отдать какую-то часть работы на аутсорс и опять спараллелить. Ну, то есть мы, меняя артефакты и смотря, как это отражается вообще на ходе выполнения работ, подгоняем все работы под то, чтобы попасть в железный треугольник. Бюджет, сроки и объем работы. А это все можно, потому что у нас точка B известна. А вот если точка B неизвестна, то у нас нет большой альтернативы итерационным методам. То есть это agile, это область гибких методологий и в том числе это скрам. Потому что точка B нам неизвестна, мы идем итерациями, смотрим, куда мы там попадаем, не попадаем, делаем потом следующий шаг и так далее. А в хаотической системе, в принципе, у нас вообще не понятно, что делать. Единственная задача в хаотической системе — это попытаться выбраться в какую-то другую. Если мы выбираемся успех, если не выбираемся, мы там застряли и не понятно, что делать дальше. При этом стоит заметить, что система или задача, она классифицируется не сама по себе по этим областям, а вместе с исполнителем. Сейчас приведу пример. Смотрите, допустим, мне нужно поменять сайлентблок автомобиля. Если я мастер авторизованного дилерского центра Мисселлес Бенц, то наверняка у меня есть какой-то регламент, я знаю самый лучший путь, как поменять сайлентблок автомобиля. Я точно могу время сказать, сколько это займет, точно могу сказать последовательность действий, инструменты, которые мне нужны, чтобы это сделать прям лучшим способом. Поэтому я буду работать в простой области. Допустим, я автолюбитель, который, в принципе, с машиной ковыряться любит, но сайлентблоки каждый день не меняет. В этом случае, наверное, я пойду не самым оптимальным путем. Возможно, где-то я ошибусь, возможно, там какие-то загогуленьки у меня будут. Поэтому я буду работать в запутанной области, скорее всего. Если я это, ну, по сути, я, то есть я, вроде у меня руки растут из правильного места, с одной стороны, с другой стороны, автомобиль я не чиню. Я думаю, что в итоге я сайлентблок поменяю. Но это будет метод проб и ошибок, я буду много ошибаться, я буду смотреть, куда я там иду, тем путем, не тем, рано или поздно поменяю. Но я буду работать в сложной области, потому что я даже так вот направление знаю, что такое сменить сайлентблок, но конкретно какие-то нюансы и точную картину у меня этой картины нет. И, наконец, если у меня вообще руки растут не с того места, очевидно, я буду в хаотичной области, то есть я буду, в принципе, не знать, что делать. А если ты гений? А если я гений? Хаотичный, творческий. Хаотичный и гений, присылайте резюме, будем вас рассматривать на работу к нам в компании. Другой немного пример. Ближе к нашей области, допустим, мне нужно сделать интернет-магазин. Если я вообще не разработчик, вообще полностью не разработчик, я буду, очевидно, в хаотичной области. То есть мне говорят, сделай интернет-магазин. Что делать? Я не знаю, что делать. Поэтому я не знаю даже, куда идти. Это будет хаотичная область. Допустим, я разработчик, но интернет-магазины никогда не делал. В этом случае, очевидно, я буду в сложной области, потому что я примерно представляю, что такое интернет-магазин. Но это очень примерно. И, наверное, я буду делать шаг. Буду смотреть, интернет-магазин еще нет. А хорошо получается, нет. Потом делаю следующий шаг, возможно, в другую сторону. Рано или поздно я сделаю магазин, но это будет такой итерационный путь. Если, допустим, я интернет-магазины уже делал, у меня есть опыт, я знаю, что такое интернет-магазин, но при этом каждый интернет-магазин, он немного отличается. Другие требования, возможно, какие-то еще что-то от заказчика. Очевидно, я буду работать в запутанной области. То есть я знаю точную точку B, что такое интернет-магазин, но при этом мне нужно будет немного так вот посмотреть на требования и как-то вырулить. Если же я смогу, если я делаю типовые интернет-магазины, я могу написать чек-лист или какой-то регламент, как сделать типовый интернет-магазин. Дальше мы нанимаем низкоквалифицированных работников, даем вам чек-лист, и они собирают типовые магазины самым идеальным, лучшим, простым путем, то есть максимально дешевым способом. И получается здесь, что с переходом с хаотичной на сложную область, со сложной на запутанную и с запутанной на простую, у нас снижается стоимость работ, то есть нам дешевле выполнять эти работы. Поэтому нам нужно стараться вот так вот переходить по этим стрелкам максимально далеко, потому что работа будет выполняться банально дешевле. То есть это будет более прямой путь между точками А и точкой Б. При этом подлая жизнь заключается в том, что продуктовая разработка находится в сложной области. Почему? И почему мы используем именно Agile и конкретно Scrum Framework в нашей разработке? Потому что у нас нет особой повторяемости. Мы когда что-то делаем, вот мы это сделали, и мы это выпускаем в продукт, и второй раз мы это не делаем, то есть у нас повторяемости нет. И у нас каждая задача, она новая, во-первых. Во-вторых, не всегда понятно до конца, куда мы должны прийти, то есть где эта идеальная точка, в которую мы можем выпускаться. Поэтому каждый раз мы идем в каком-то направлении, потом мы у заинтересованных лиц получаем фидбэк, смотрим, правильно ли мы идем, и идем дальше. То есть это классический итерационный метод, итерационно-инкрементный метод. И в частности мы используем Scrum Framework, но нужно ли вам его использовать или нет, это вопрос отдельный. Потому что если, допустим, вы делаете проекты, которые... Проекты, сразу понятно управление проектами. Если вы делаете проекты, которые раз за разом вы повторяете, наверное, вам нужно работать в запутанной области, и, наверное, это может быть оптимальным не Scrum с вот этим вот рысканием, а, наверное, это может быть оптимальным, когда у вас есть менеджер проекта, который ведет в этот вот железный треугольник, удерживает объем работ, сроки и время для того, чтобы точно попасть в контракт. Особенно если у вас Fixed Price Contract, я очень сомневаюсь, что Scrum там подойдет. Если еще Time Material, там здорово Scrum ложится более-менее. А вот Fixed Price Contract это прям не очень. А если есть реальность еще у вас попасть в простую область, вообще замечательно, почему? Потому что вы регламентами описываете, что нужно сделать. И дальше вы можете любого специалиста брать, он вам будет делать гарантированно хорошо, правильно, качественно и крайне дешево. Поэтому здоровская такая тоже штука, если сюда вы можете попасть. А пару слов еще про продукты и проекты, чтобы мы понимали, наверное, вы уже понимаете, но чтобы еще лучше, разные все-таки это вещи. Проект это железный треугольник, в который надо попасть. А продукт это получить что-то, что принесет ценность людям. Это вот такие вот разные вещи немного. Давайте посмотрим, ну более того, эти вещи, они зачастую вообще ортогонально противоположные. Давайте посмотрим это на примере. Наверное, все смотрели фильм «Титаник». Как вы думаете, это успешный проект, успешный был продукт? И то, и другое, или что-то одно? Вот на самом деле, если вспомнить факты, то фильм «Титаник» он превысил бюджет. На момент его изготовления он оказался самым дорогим фильмом всех времен и народов. Да вбухали больше всего денег. Причем он превысил бюджет чуть ли не в два раза. И он вообще не в срок был выпущен, гораздо позже срока. То есть как проект, в принципе, наверное, он был провальный. При этом на момент выпуска он оказался самым кассовым фильмом всех времен и народов на тот момент. То есть он заработал больше денег, чем любой другой фильм в истории человечества. И до сих пор он входит в пятерку самых кассовых фильмов всех времен и народов. Сколько? Ну вот на момент, когда я снял этот скриншот, он был на пятом месте. Возможно, сейчас немного поменялось, но принцип все равно будет тот же самый. Где-то он будет в топе, скорее всего, в пятерке он до сих пор остался. Поэтому как проект, наверное, он был пролетный, неуспешный. Но как продукт, я думаю, что он получился здоровский. Продукт, который оказался самым кассовым, принес больше всего денег, чем любые другие продукты, наверное, это успешный продукт. Поэтому вот здесь есть такая вот ортогональность даже успешного проекта и успешного продукта. Может быть успешный продукт и неуспешный проект в данном случае. Может быть наоборот. Когда проект успешен, а продукт оказался никому не нужен. Тоже такое может быть, поэтому здесь нужно смотреть. И постараться попасть, чтобы и проект был у вас успешный, и продукт был успешный. А в моей картине мира на самом деле способ выполнения работ, способ выполнения задачи или выполнения проекта – это всего лишь инструмент. И не надо из этого делать какой-то культ. Это всего лишь инструмент, и не надо забивать гвозди микроскопом, и не надо пытаться рассмотреть микробов молотком. И инструмент надо подбирать в зависимости от той задачи, которая перед нами стоит. То есть если у нас задача находится в области лучшего пути из А в Б, в области чек-листов и регламентов, наверное, странно будет идти там по скраму, проводить вот эти вот дополнительные демо, ретро и так далее, определять путь, каждый раз получать обратную связь. Зачем? Если мы точно знаем лучший путь. Или если мы точно знаем точку Б, точно ли нам нужно рыскать, если мы можем сразу понять, как идти к точке Б и построить более-менее оптимальный маршрут. Ну, причем, все назад отщелкиваю. Причем, на самом деле, вот в этом цикле, если у нас есть достаточно времени, то есть по времени мы в железный треугольник попадаем с запасом, можно и скрам применить, как способ решения конкретной задачи в рамках этого цикла управления проектом. Но это решение должен принимать менеджер проекта, понимая, вообще это нужно или не нужно ему. И что это даст? Потому что в целом, с известной точки Б, мы должны просто запланировать весь путь от А в Б. Ну, то есть, странно, если, допустим, строят дом, у них есть проект, проект устройства дома, и мы будем по скраму положили кирпич, смотрим, красиво получилось, некрасиво, может быть, его снять, разрушить пару стен, и потом опять заново их выкладывать. Странный путь такой, поэтому здесь нужно планировать полностью. Поэтому, в зависимости от того, какая задача стоит перед нами, вот именно такой способ и надо выбирать, на мой взгляд. Здесь важно, чтобы этот способ был системный, потому что если способ этот хаотичный, мы не получаем всех преимуществ по поводу масштабируемости. Если способ системный, мы его можем масштабировать. Плюс, если способ системный, у нас уменьшается бас-фактор, что тоже немаловажно. Мы начинаем управлять неконкретными людьми, мы начинаем управлять ролями, а значит, у нас ниже персоналозависимость. Как это было бы не грустно, но у руководства возникает такая проблема, как персоналозависимость, бас-фактор. И вот чем он меньше, тем лучше для проекта, и для команды, и для отдела. Поэтому, если есть системность, то бас-фактор уменьшается. Если системности нет, бас-фактор, как правило, очень велик. Или на конкретном работнике, или на его руководителе, или еще на чем-то вот этот бас-фактор есть. И опять же, системность позволяет получить предсказуемость. То есть, если вчера мы делали эту задачу, мы ее делали успешно, мы можем прогнозировать, что сегодня мы эту задачу тоже успешно выполним. А если у нас системности нету, то вчера мы сделали задачу успешно, сегодня мы новую импровизацию делаем, и у нас получилась какая-то ерунда. И что-то прогнозировать, что-то планировать мы не можем. Поэтому главное, чтобы была системность, а какой именно будет подход применяться, это дело десятое. Причем я описал такие чистые подходы, да, вот чисто директивное управление, чисто импровизационное управление, скрам дальше, проектное управление, водопад, по сути, вот эти вот регламенты, по сути водопад, он к простой области, скорее всего, относится, регламенты и чек-листы. Но на самом деле в конкретной компании могут быть какие-то гибриды. Если гибриды вам лучше подходят, тоже здорово, зашибись. Не обязательно у вас будет какая-то чистая схема. Главное, чтобы вы понимали, зачем это нужно, и понимали, как именно с этим работать именно в вашей компании. На Steam, наверное, с презентацией мы покончим. И если будут какие-то вопросы, я буду готов на них ответить. Да, да, да. Вопросы тебе есть. Нам показывают, что у нас уже минут десять осталось как раз тебе на вопросы. Значит, Леш, вот здесь, когда ты говорил вообще про команду, про то, что вообще команда для некоторых, как оказалось, это одна из больших препятствий во внедрении скрам. Вот здесь спрашивают, собственно, а как мотивировать команду? То есть вот тем более в период коронавируса, да, то есть некоторые просто не могут работать на удаленке. Кстати говоря, это будет потом следующий вопрос, как мы прошли период этот? Да, здорово. Здесь рекомендуют, почаще им звоните. Смотрите, почаще им звоните, это называется микроменеджмент. Микроменеджмент это одна из самых демотивирующих вообще вещей, которые могут быть. Вот проводили исследования, опросы по этим, это не чисто мое мнение, проводили реальные исследования, опросы, и микроменеджмент это одна из самых-самых демотивирующих вещей. К ним еще относятся, когда люди что-то делают, а потом это оказывается не нужно. Вот это тоже очень демотивирует разработчик, он душу вложил, а потом это все выкидывают. И демотивирует, когда его труд не уважают тоже сильно. И микроменеджмент на этом уровне. Поэтому если вы часто звоните, это неправильно. В любом системном подходе у вас должны быть точки, контрольные точки, в которых вы делаете инспекцию, адаптацию, даже если это не скрам. И вот именно в эти контрольные точки нужно осуществлять контроль, а не просто отвлекать человека от работы. Тем более, если вы ему звоните, он переключает контекст, потом ему нужно полчаса времени, чтобы опять в контекст попасть. Просто вы, получается, деньги украли у компании, если просто так отбалды ему в разные промежутки времени звоните. Поэтому это, наверное, лишнее. Вопрос был про то, целых два вопроса было про то, как мотивировать с одной стороны, с другой стороны, как на удаленке. По поводу того, как мотивировать, на самом деле здесь, наверное, это нужно отдельно делать доклад, потому что есть материальная мотивация, есть нематериальная мотивация, есть соображение о том, что материальная мотивация очень короткая. Допустим, вы дали человеку премию, но он порадовался недельку, а потом он дальше на том же уровне остался. Все, повысили зарплату, человек порадовался первую зарплату, ура, повышенная, вторую зарплату порадовался чуть меньше, на третьей зарплате это у него уже обычное банальное дело, поэтому радоваться уже не о чем, мотивация пропала. Поэтому здесь, на мой взгляд, всегда лучше нематериальная мотивация, всегда лучше порождать вовлеченность человека в процесс, заинтересованность его, давать те задачи, которыми он может гордиться, которые ему интересны. И вообще говоря, прежде всего надо знать сотрудника, потому что есть разные мотиваторы разных людей. Допустим, кого-то может мотивировать свершение, то есть я сделал там что-то крутое и это меня мотивирует. У меня есть такие в отделе сотрудники, им даже все равно узнает ли кто-то об этих свершениях, им важно, что я знаю, что я круто это сделал и это меня прям мотивирует и радует. Есть люди, которых мотивируют славу, грубо говоря, мотивируют лайки, то есть им важно, когда они что-то сделали, им важно, чтобы об этом знали, чтобы их пролайкали, они маме позвонят, расскажут, как они круто сделали для того, чтобы их мама похвалила и это их очень мотивирует. Есть люди, которых мотивирует баланс, то есть им очень важен баланс между семьей и работой и в этом случае надо это учитывать и с этой стороны подходить к мотивации. В общем, в любом случае нематериальная мотивация гораздо лучше. Если говорить о удаленке, как вот из интересных цитат я из последнего времени видел, в удаленке хорошо все, кроме ее долговременных последствий. Совершенно верно. Правильно, правильно. Почему я так считаю? Потому что гораздо сложнее вовлекать людей на удаленке, гораздо сложнее даже контролировать людей на удаленке, гораздо сложнее коммуницировать с людьми на удаленке, гораздо сложнее решать вопрос на удаленке. Это опять же все решаемо, но получается, что мы должны с этим бороться. А в офисе это решается гораздо проще. Вовлеченность и мотивация решаются проще. Мы, по крайней мере, точно заметили это сразу, когда частично вернулись. Вопросы, по крайней мере, можно решить быстрее и вовлеченность в процесс гораздо выше. И самое главное не буду говорить. Это тема отдельного разговора, может быть, на следующей постерке. Вообще, я еще добавлю от себя, что есть прям целое исследование о том, кому подходит удаленка, кому не подходит. Мы это исследуем. Но это опять, это прям для отдельного доклада мы сейчас здесь не будем. Так, Леша, еще есть тебе вопросы. Вот здесь такой вопрос с подковыркой. Я думаю, что на него правильно ответишь. Дмитрий спрашивает, а что ж с agile? Может по нему все-таки работать? Я даже знаю, какой ответ сейчас задавайте. Agile – это не та штука, по которой можно работать. По сути, это подход, это, грубо говоря, способ мышления в моей картине мира, который описывается соответствующим тоже манифестом. И в рамках которого, на самом деле, целая куча подходов. Это и скрам, и канбан, и экспи, и куча других подходов в рамках agile. А главная суть agile – это гибкость. Это то, что мы можем подстраиваться под изменения окружающего мира и использовать эти изменения себе на плюс. Вот в этом суть agile. Если расшифровать, подробно, точнее, коротко рассказать про то, что описывает манифест гибкой разработки. То есть по самому agile вы можете быть agile компанией, если вы работаете в идеологии этого манифеста. Но по самому agile вы работать не сможете, вы будете работать по какому-то фреймворку, подходу или методологии в рамках этого agile. Это может быть экспи, это может быть скрам, это может быть канбан. Канбан замечательно подходит, например, для тех проектов, которые находятся на поддержке. Если скрам, он идет для тех проектов, которые развиваются активно, бурно, для новых проектов, для стартапов хорошо подходит, замечательно. Если проект на поддержке, скрам не очень уже, а здесь лучше применять канбан. Это тоже из канбан метод, из группы agile методов. Вот еще такой вопрос от Романа. Как быть, когда модули разработки пересекаются между собой, а их разработка идет в разных системах этого фреймворка? Интересный вопрос. Получается, что часть команд работает в одном фреймворке, часть работает в другом фреймворке, они работают по-разному. И что это получается? Ну, на самом деле, вот здесь как раз возникает та проблема, о которой я говорил, как подружить часть компании, которая работает по скрамс, остальной часть компании, которая может быть работать по-другому. И на самом деле, вот такая гибридная штука, это не очень хорошая вещь. Почему? Потому что постоянно будут возникать проблемы. Или подружить, или проблемы будут. Здесь даже пишут, что гибриды лучше. Я не знаю, как, почему лучше. А если удается это разделить на реально вот разные куски, то есть вот у нас часть проекта на поддержке, мы ее пустили по канбану, эта часть проекта у нас бурно развивается, мы ее по скраму, и вот между ним водораздел. То есть получается как бы два разных проекта физически, и они могут идти по разным методологиям. И то будут какие-то терки между ними иногда, когда они совместные области касаются. Если это прямо в рамках одного проекта, в рамках одних и тех же модулей, несколько команд крутятся по разным методологиям, на самом деле, в моей картине мира, это порождение себе сложностей и потом героическое их преодоление. Если кто-то считает, что это не так, я готов в любой соцсети, где угодно, на форумах обсудить этот вопрос. На самом деле, очень интересный вопрос, я с удовольствием его обсудил. То есть ты против гибридов? Я за системность, и если мы вносим в системность изменения, я за то, чтобы понимать, ради чем мы это делаем. То есть какую мы цель преследуем, и чем мы этим добьемся. На самом деле, для того, чтобы несколько команд в рамках скрама организовать, есть различные расширения скрам, типа сейфа и куча других подходов. Для того, чтобы сделать возможность многим скрам-командам работать одновременно над одним продуктом. Но делать разные фреймворки, то есть разные подходы в рамках одного продукта и разных команд, пока для меня это вещь странная. Но давайте обсудим, если вы готовы, давайте обсудим. Ну, например, смотри, вот, Лёш, допустим, пример такой, что разрабатывается сложный продукт по скраму. И есть техподдержка у этого продукта. То есть выпускаем по методологии скрам, и техподдержка, получается, работает по какому-то своему, что ли, регламенту, по какой-то своей системе. Разве это не пример хорошего гибрида? И в целом справляется. Слушай, ну это получит техподдержка, если техподдержка… Но при этом они работают в одной системе. Если это техподдержка в терминах консультации пользователей, то тогда действительно она может работать не по скраму, как угодно, потому что она не находится вообще в процессе разработки. Она находится несколько сбоку. Включать в скрам команду, вот, включать программистов, включать сотрудников отдела контроля качества, включать аналитиков и так далее – это нормально. Сотрудников документацию техническую можно включать, техподдержку включать в скрам процесс. Я не очень понимаю, зачем, поэтому действительно они могут работать отдельно. Но они физически работают отдельно. То есть у них совершенно другие задачи, они не занимаются разработкой. Вот все, кто занимаются разработкой, скрам фреймворки, допустим, если вы пошли по скраму, те, кто не занимаются разработкой, они работают по-другому, не в скрам фреймворке. И здесь вопрос будет всего лишь, как подружить остальную часть команды, остальную часть компании с той частью, которая будет по скрам. В принципе, это решаемо, да, потому что они не занимаются разработкой. А вот если они занимаются разработкой, и они занимаются разработкой, и мы, мы по скрам, они работают как-то по-другому, там, директивно им говорят, что делать, наверное это будет лишней сложности вот это будет сложности окей есть еще один последний вопросик на последние оставшиеся три минуты андрей не только андрей заметил одну штуку что вообще-то в коробку в бета ути утек компонент битрикс task scrum сейчас он не утекает куда его деле внутрь откроешь какую-то завесу да я открою завесу мы работаем по scrum у нас есть наш продукт мы наш продукт сами используем чтобы сапожник был сапогами и нам гораздо удобнее для того сделать так чтобы инструменты с которыми работает разработка были также интегрированы в процесс в продукт и работали совместно как вот единый механизм в этом кстати сила битрикса когда у нас вся система работает связано поэтому мы решили для себя сделать scrum инструмент на самом деле действительно он он просто скрыт он на самом деле у нас есть в продукте физически он уже есть модуль задач просто он скрыт он пока не вылазит наружу почему потому что он не в том не в продуктовом качестве у себя внутри мы его используем но пока он не в продуктовом качестве когда мы доведем до продуктового качества я думаю что мы его сделаем публичным и будем развивать как-то его сейчас скрыть секретно можно я думаю что можно но не стоит не стоит почему потому что если вы начнете им пользоваться в работе пока он у нас для внутренней разработки мы можем его изменять не изменять несовместимо и если вы за использовать у вас просто могут какие-то проблемы для тестов да можно вскрыть посмотрите как он там опции закрыт вскройте посмотрите окей лишь большое тебе спасибо здесь пишут интересно хорошо спасибо ура коллеги а мы переходим к следующему докладу